МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ротация, о необходимости которой так долго говорили политики, свершилась. Ожесточенные торги за Кабмин почти закончились, и страна получила новое правительство и премьера. Меняли министров со всеми мерами предосторожности, чтобы никто никого не кинул в последний момент. Очень непростой день в парламенте видела Екатерина Лысенко. О том, что кадровым решением быть, сегодня говорило все. Заседание в последний раз открывает Гройсман. Вложи правительства, пока еще прежний состав Кабмина, с минуты на минуту должен приехать президент. Первым выступает Яценюк с непривычной для него короткой речью, с просьбой отпустить и благодарностью. Я хотел бы поблагодарить своим оппонентам и врагам за то, что вы сделали сильнейшим меня. На своего увольнения, как и речи президента, Яценюк не дожидается и гордо удаляется. Следом за ним уходят и министры, которым в правительстве уже не быть. А Порошенко говорит о будущем Кабмине. Взяти и сделать, выявляется, не так просто, как придумывать красивые гасни. От стратегии выживания, которая была целиком выполнена в 2014-2015 годах, следует переходить к стратегии прискоренного развития. От затягивания пасхи до их послабления при первой лучшей возможности увеличенной ВВП мое конвертироваться в защиту наивразливейших социальных верств. Президент просит зал поддержать Гроссмана и двоих министров по своей квоте, полтора Камена Вороны и Климкина в МИД. Выступление нардепов слушать не стал, а риторика в зале была полярной. Сегодня мы имеем исторический день, потому что две фракции украинского парламента смогли поддать шкодливую украинскую политическую звичку чувствовать себя к расстрелу. Мы сегодня нашли в себе силу создать коалицию в 227 депутатах. Правда, подписи нардепов в коалиционном списке так и не показали. С утра только объявили о вступлении депутатов в большинство и увольнять Яценюка и назначать Гроссмана решили одним нажатием. Сюда же спаковали и оценку работы правительства Яценюка. В феврале ее признали неудовлетворительной, а сейчас, очевидно, новый взгляд. Визитной карткой этого уряда на протяжении полтора года было резкое подвышение тарифов, цен, а, как следствие, зубожжение населения, резкое погибшение уровня жизни. Но, в связи с политической оценкой деятельности уряда, политичную оценку должна получать и коалиция из пяти фракций, которая выбрала этот уряд, которая дала ему возможность работать полтора года практически безконтрольно и нести полную ответственность за его деятельность. Проголосуйте конституционные постановы за отставку, конституционную постанову за принятие нового премьера. В постанове, которая предлагается сейчас, предлагается скасовать решение парламенту о незадовольной работе уряда Яценюка. Но, увы, историю переписали. Кабмин Камикадзе прошел переоценку, а Гройсмана назначили премьером. От президента букет, от половины зала овации. Остальные не угодуют. А новый премьер обещает показать, как управлять страной. А вот то, что вы тут болтаете, это ганьба. Слава Украине! Я вам покажу, что такое управление державой. Чуть позже в зале переизберут и спикера. По квоте кресло отойдет фронтовикам. В лице Порубия проголосуют и состав Кабмина. Но все силами не только коалиции, а и голосами, к примеру, Ведроджиня. И хотя они по-прежнему претендуют на оппозиционность, нажали за не зря. Претендует теперь уже на кресло в комитетах. Оппозицию, то есть нашей фракции, они просто выкинули из всех комитетов, из всех руководственных посад. Ничего наше питание не рассматривается, никакое питание не ставится в порядок денный. У нас 23 люди. Мы в каждом комитете имеем человека, которая представлена. Мы предлагаем их поновить. В Ведроджиня голосовали все. Правда, активничали так, что не побрезговали с кнопкой давить. Реальная коалиция в червове з'ясовалась под час голосования. Зрозуміло, что ни у какого БПП и Народного фронта никаких голосов нема. Чем можно эту коалицию, которая даже по сути нема с сегодняшних 206 голосов, это показало? Чем можно его вважать легитимным? Как вы считаете, может, долго эта коалиция, тем паче, проводит реформы, так не доверяющие один одного? Первый висновок. Партия Ведроджиня не є оппозиционной, она поддержала уряд Гройсмана. Другая. Коалиция недеиздатна, потому что она не дала 226 голосов даже за призначение собственного премьер-министра. Питание. Какие реформы могут происходить, если нет 226? Если все голосования без исключения будут ситуативными? Какие реформы могут быть, если сначала собрали списки в уряд, а потом собираются говорить о какой-то программе? О правительственной программе сегодня говорили. Гройсман с трибуны наметил основные направления и первые шаги. Протягом одного месяца на основе детального анализа ситуации на працювати и представити чуткий план спільно с народными депутатами Украины операционный антикризовый план, який чітко помесячно вызначить, что будет сделано нами до конца року. А по факту правительственную программу утвердили, правда, с третьей попытки. Из-за нехватки все тех же голосов пришлось и перерыв делать, и только после консультаций Гройсман получил годовой иммунитет. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Вадим Сферидонов. Подробности телеканал Интер. Спортивным кнопкодавством, которое мы и сегодня увидели в Раде, промышляют не только в украинском парламенте. Но если наши плевать хотели на законы, то их европейских коллег за подобное нарушение наказывают по максимуму. В польском Семе депутата Малгажату Зверцен за подобное лишили мандата, а она всего-то раз подняла обе руки во время голосования за кандидатуру в суде Конституционного суда. Зверца на ошибку признала, хотя утверждает об услуге, попросил ее коллега, депутат той же политсилы, Корниль Моровецкий. Кстати, после скандала он уже отказался от членства в партии. Так, есть коалиция в Раде или нет? Каким образом коалициантам удалось заполучить нужные голоса за нового премьера и новое правительство? И можно ли считать сегодняшнее голосование законным? Вот что думают об этом политические эксперты. Сегодняшнее голосование нам продемонстрируло, что коалиции в парламенте нет. Блок Петра, Порошенко и Народный фронт на двоих сегодня ледь нашкрибли 206 голосов. Решту голосов им дали отроджение, афилированное с группой «Приват». Есть определенные договоренности, я думаю, что эта группа хотела сохранить свои влияния в уряде, которую она имела в уряде Яценюка. В любом случае, сегодня мы имеем дело с коалицией, которая не политическая. Это коалиция интересов. И, безусловно, если интересы будут реализованы, они будут достигнуты, и эта коалиция разсипается. Пакетное голосование – это нонсенс, это порушение каких-то принципов, не говоря уже про Конституцию. Помогают в такой ситуации каждой владе, как их называют политические полицаи, пристосованные, которые при каждой владе хотят быть при своих интересах. Водроджение. Почему и кто поддерживал сегодня голосование, будет очень быстро известно, посады, которые будут на уровне керевников государственных предприятий, САК «Монополия», и, возможно, заступников министров. Депутатские группы «Відроджение» компенсуют, скажем так, наявность внутренней опозиции в фракции БПП. Депутаты-мажоритарники, которые выбрались в территориальных округах. Их главный интерес – чтобы не было достроковых парламентских выборов. Есть, безусловно, интрига. Экономические договоренности компромиссные по «Укрнафте», по «Приватбанку», и поддержка стабильной выполнительной влады. Так кто же будет приближать наше с вами светлое будущее? На правительственном сайте уже обнародован новый состав Кабмина. Обратите внимание, на этот раз в списке ни одного иностранца, все свои. У премьера Владимира Гройсмана шесть заместителей. Первым стал Степан Кубев. Он же будет отвечать за экономическое развитие. Вопросы евроинтеграции станет курировать Иванна Климпуш-Цинцадзе. Соцполитику Павел Разъенко, а гуманитарную сферу Вячеслав Кириленко. Региональное развитие, строительство и ЖКХ теперь зона ответственности Геннадия Зубко. Появилось и новое кресло. Вице-премьер по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц. В него посадили Владимира Кистиона. Распределены и 16 министерских портфелей. По-прежнему неизвестно, кто возглавит Минздрав. На эту должность сегодня так никого и не назначили. На избрание нового украинского правительства и премьера уже отреагировали и в мировых столицах. Что говорят политики и что пишет пресса, все знает Татьяна Лагунова. Поздравления и пожелания успешной и результативной работы. Первая реакция на избрание нового правительства Украины ожидаемо скупа и официально. Но уже по ней можно проследить, в каких столицах внимательнее всего следили за происходящим в Верховной Раде. Первым на избрание нового премьера и Кабмина отреагировал Берлин. Министерство иностранных дел Германии сразу же разослало журналистам, а потом и опубликовало в соцсетях заявление главы ведомства. Франк Вальтерштайнмайер сказал, он надеется, что избрание нового премьера поможет положить конец периоду политической неопределенности в Украине и призвал немедленно приступить к реформам. Дипломат также добавил, ожидает, что новое правительство будет приверженцем выполнения минских договоренностей и пообещал Украине поддержку Германии. Глава Европарламента Мартин Шульц был более лаконичен. В своем твиттере он написал, поздравляю нового украинского премьера, жду продолжения эффективного сотрудничества, перед новым правительством серьезные вызовы. Политическую, техническую, финансовую помощь новому правительству обещают и другие европейские чиновники. В совместном заявлении глава европейской дипломатии Федерико Магерини и комиссар по политике соседства и переговоров о вступлении Йоханнес Хан назвали избрание Кабмина важным и новым импульсом, который необходим стране. Прокомментировал избрание нового правительства и президент России. Его спросили об этом во время прямой линии. Ответ был таким. Состав правительства и приоритеты не знает. Поэтому ничего сказать не может. Масса материалов и в мировых СМИ западные журналисты пишут, наконец-то украинским политикам удалось договориться и сформировать правительство. Практически все издания отмечают, что новоизбранный премьер Гройсман, ставленник и соратник президента Порошенко, самый молодой глава Кабмина в истории Украины и сторонник интеграции страны в НАТО и Евросоюз. И задаются вопросом, сможет ли он и его правительство провести необходимые стране реформы. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Международный валютный фонд готов работать с новым правительством Украины во главе с Владимиром Гройсманом. Об этом заявила глава МВФ Кристин Лагард в рамках традиционной весенней встречи представителей организации. И интересный факт. Новый глава Минфина на переговоры эти не поехал. Зато в составе делегации его предшественница Наталья Ярейская, которая утром фактически потеряла статус официального переговорщика. Так а кто же о деньгах договариваться будет? Давайте послушаем нашего собственного корреспондента в США. Тихона Дзятко. Для Международного валютного фонда переговоры с Украиной сейчас, похоже, не в приоритете. Во всяком случае, во вступительном слове на пресс-конференции для сотни журналистов, собравшихся в здании МВФ, об Украине не вспомнили. В первых строках ситуация в Европе, кризис с беженцами и возможный выход Великобритании из Европейского Союза. Об Украине всего пара слов в конце пресс-конференции. Фонд готов работать с новым кабинетом министром Украины. В кулуарах обсуждают делать выводы, пока рано. Пару месяцев назад, напомню, Кристин Лагард высказывала серьезную обеспокоенность процессом реформ в Украине и политическим кризисом и говорила, пока не появится определенность о новом транше финансовой помощи, говорить сложно. Для Украины транш от МВФ критически важен во главе украинской делегации на весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка глава Нацбанка Валерия Гонтарева. У нее запланирован ряд встреч центральные с Кристин Лагард и исполнительным директором МВФ. Судя по всему, после них станет понятнее, меняет ли МВФ свою позицию по Украине после смены правительства. К слову, среди членов украинской делегации и Наталья Ереська. Еще сутки назад министр финансов Украины теперь с приставкой «экс» и в каком качестве участвует во встрече, похоже, сама не знает. Когда готовила свое выступление, я не знала, в каком качестве его буду делать, как бывший министр финансов или бывший министр финансов в скором времени. Теперь все известно. Прежнее правительство было правительством технократов. Пять министров пришли из частного сектора. И я не вижу, как сегодня могу быть полезной в новых реалиях. Но вот что интересно, переговоры о возможном новом транше будет вести именно она. Ведь ее отставка пока на политическом уровне, а не на техническом. Так поясняют в Вашингтоне. Ну а весенние встречи МВФ и Всемирного банка продолжаются. И самое важное будет решаться на двусторонних переговорах. Но в транше, впрочем, остается пока только ждать. Как поясняют в Куларах, одних встреч недостаточно. Предстоит визит миссии МВФ в Украину. Тихон Зитко, Никита Исаико. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Минимум четыре кандидатуры на должность генпрокурора рассматривает Порошенко. Об этом заявил глава президентской фракции Юрий Луценко. Сейчас идут дискуссии с правоведами и политиками, поделился Луценко инсайдерской информацией. Фамилии кандидатов, правда, он не назвал, но сообщил, надеется, что генпрокурором станет человек без опыта работы в ГПУ. Я, слава Богу, не единым кандидатом. Слава Богу. Я дуже надеюсь, что ця чаша меня, меня. Но я хочу видеть генерального прокурора, я особисто, я громадянин, который придет позапрокуратурой, который сможет разломать эту модель карального и коррумпованного органа. Единственное, что меня втешило, это заявка Блохи против Дусту, это когда все керевниство ГПУ выступило против Луценко. Это очень хорошо. Бывший зам генпрокурора Виталий Касько пока остается на свободе. Печерский суд столицы не увидел оснований для его ареста и отпустил под личное обязательство. О поединке адвокатов и прокуроров подробнее Елена Митясова. Такой толчьи в коридорах Печерского суда столицы давненько не было. Они протолкнутся и в зале заседаний под завязку забит. Здесь и журналисты, и нардепы, и общественники слушают нашумевшее квартирное дело бывшего замгенпрокурора Виталия Касько. По версии следствия он незаконно приватизировал в столице две служебные квартиры. Интересы Касько защищают сразу семь адвокатов. Суд буквально забросали кадатайствами. То просили отвод прокуроров, то требовали доказательства их полномочий, а потом и вовсе пришлось двигать мебель. И вот, когда всем адвокатам нашли место за столами, суд приступает к слушаниям. Прокуроры требуют арестовать Касько или назначить залог в 1 миллион 800 тысяч гривен. Сумма, утверждает, обоснованная для тех махинаций, которые он совершил. Защита против. Ход пускает главный аргумент. Мол, их подзащитный не имеет статуса подозреваемого, поскольку уведомления подозрения ему вручили с нарушением. Какий из мест было в ночи оголошивать подозру, если Виталий Касько находился за своим местом проживания, никуда не скрывался, появлялся на все допыта. Сам Касько от всего открещивается однокомнатную квартиру в Соломинском районе столицы, где проживал с мамой, которую та впоследствии приватизировала, ему городские власти выдали. Приватизировал и трешку на Печерске, и тоже с одобрения ГПУ. После четырех часов дискуссии суд выносит решение отказать прокуратуре в ходатайстве об аресте и внесении залога полностью, применив к Виталию Касько меру пресечения в виде личного обязательства. Но защита Касько и тут недовольно заявляет, что обжалует решение в апелляционном суде. В ГПУ тем временем заявляет, у них есть все основания утверждать, что Касько завладел апартаментами в столице обманным путем. Елена Митясова, Алексей Шматов, подробности в телеканал Интер. Назначение нового правительства президент сегодня прокомментировал во Львове. Туда Петр Порошенко приехал, чтобы открыть японский завод по производству электрооборудования для автомобилей. Выступая перед рабочими, отметил, что теперь парламент наконец приступит к реформированию страны. Верховная Рада Украины за моим подданием обрала нового премьер-министра Украины Володимирича Гройсмана, новый склад уряду, восстановила деятельность коалиции в парламенте и на сегодняшний день нарешті взрушила снова программу реформ для модернизации А уже завтра утром Петр Порошенко обсудит по телефону с канцлером Германии и президентом Франции вопрос размещения полицейской миссии на Донбассе и усиления контингента ОБСЕ. Вот эту инициативу об усилении миссии ОБСЕ на Донбассе поддерживает и Путин во время традиционной горячей линии. Российский президент рассказал, что накануне уже говорил об этом с Петром Порошенко. О каких горячих украинских темах еще шла речь во время прямой линии подробнее Данил Русаков. Прямая линия президента России Путина продлилась почти 4 часа. Разумеется, были вопросы о ситуации на Донбассе. Путин говорил о минских договоренностях и дал свой прогноз о том, как дальше будут развиваться события. Исхожу из того, что никаких активных боевых действий не будет. Наоборот, у нас не так давно был разговор с Петром Аксеевичем Порошенко. Он предложил, это его предложение было, усилить присутствие ОБСЕ. Санкции, введенные западным миром в связи с аннексией Крыма и боевыми действиями на Донбассе во время прямой линии вспомнили тоже. Вопрос задали крестьяне из центральной полосы России. Если санкции уберут, то наша продукция будет на рынке просто не востребована. Вы знаете, я не думаю, что в ближайшее время наши партнеры пойдут на отмену рестрикции ограничений в отношении нашей страны. И уже после телетрансляции эфира агентство РИА Новости распространило заявление о том, что звучала и тема Надежды Савченко. По словам российского президента по поводу судьбы летчицы Кремль пребывает с Киевом ВКонтакте. И цитирую, в таких вопросах нельзя забегать вперед. Конец цитаты. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. С завтрашнего дня Надежда Савченко отказывается от помощи российских врачей. И именно это решение может стать для нее роковым. Так считает адвокат. Николай Полозов также сообщил, что он и сестра летчицы Вера сегодня пытались попасть к Надежде в течение пяти часов. В итоге в СИЗО пустили только адвоката. Напомню, российский суд приговорил Надежду к 22 годам лишения свободы. Сейчас она находится в следственном изоляторе Новочеркасска Ростовской области и уже восемь дней держит сухую голодовку. Надежде сегодня ставили капельницу. Благодаря этим капельницам на девятом дне голодовки она может еще передвигаться и кровь у нее не сворачивается. Вместе с тем у нее очень тяжелый эмоциональный фон и по всей видимости она ждала очень, что будет сегодня ее сестра Вера. Надежда требует независимых врачей к себе. Практически круглосуточно идут бои в районе Авдеевской промзоны. Боевики используют артиллерию и пытаются прорвать оборону украинских военных. С передовой репортаж Ярослава Кречко. Большой палец вверх и улыбки на лицах для украинских бойцов затишье после ночных боев. Ночь выстояли, противник пытается с помощью диверсионных групп пройти в наш тыл. 20 минут было более-менее спокойно, потом противник начал обстрел украинских позиций из пулеметов и гранатометов. Украинским бойцам разрешили открыть ответный огонь. Пожди, работаем! 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 Сейчас вроде как и не время, обычно мы 7 часов воюем. Три очереди кожудал с пулемета. менять позицию пуля на двухмечах. Я поставлю по-бестому пулемет. Бои в районе Абдеевской промзоны идут практически круглосуточно. Они делают все возможное для того, чтобы промзоны вернуть Абда. На днях в районе оккупированной Ясиноватой зафиксировали вражеские гиацинты. Это артиллерия калибра 152 мм. Кроме того, украинским специалистам удалось извлечь информацию с российского беспилотника «Орлан-10», который сбили на прошлой неделе над Авдеевкой. На этих фото в районе Ясиноватой российская станция «Житель». Она работает в комплексе радиоэлектронной борьбы «Диабазол». Система создает помехи и глушит сигналы в радиусе до 30 км. Такого комплекса в Украине нет. А на вооружение российской армии станция «Житель» поступила менее 10 лет назад. Ярослав Кречко, Юрий Романюк и Анатолий Воробей. Подробности телеканал «Интер». Вы смотрите подробности. Продолжаем. И вот, что узнаете из второй части. Квартирный вопрос их испортил. На взятки от застройщиков попались мэр Выжгорода и львовский депутат. Раздвоение должности. В Римненской области схватка за кресло губернатора. Криминальный герой дня городоначальник Выжгорода. Мэр небольшого городка попался на огромной даже по столичным меркам взятке. Какая сумма чуть не осела в кармане Алексея Момота и что теперь ему грозит все расскажет Вене Амин Трубачев. Веня, приветствую. Давай подробности о каких деньгах идет речь, как взяли этого чиновника и где он сейчас. Да, Алексей, сотрудники прокуратуры и сотрудники службы безопасности Украины задержали мэра Выжгорода Алексея Момота на взятке в 200 тысяч евро. Также были задержаны двое его доверенных лиц, которые непосредственно эту сумму денег и перечисляли и получали. Это произошло сегодня и такую вот крупную сумму денег мэр Выжгорода требовал по версии прокуратуры у одной из строительных компаний за то, чтобы выдать разрешение, а также не препятствовать возведению нескольких многоэтажных домов в одном из микрорайонов Выжгорода. Эта спецоперация проходила сразу в нескольких местах одновременно. Мэра Выжгорода задержали непосредственно в его служебном кабинете. Вот двоих его подельников, что называется, взяли на горячем в центре Киева в одном из отделений банков во время того, как им и перечисляли сумму в 200 тысяч евро. Все подробности этой спецоперации прокурор Киевской области. Сначала они требовали миллион евро. После этого их амбиции и аппетиты снизились до 300 тысяч евро. И были разбиты на два этапа. Сегодня произошла передача первого этапа. 200 тысяч евро в понедельник должен быть второй этап. То есть 100 тысяч евро. Сейчас все задержанные находятся под стражей. Вероятнее всего завтра им будут избирать меру пресечения. В прокуратуре уже заявили, что будут настаивать на аресте. Представители мэра Выжгорода эту ситуацию пока никак не комментируют. И вот по нынешнему законодательству, если вина будет доказана в суде, за такое преступление грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Алексей. Самое время вспомнить поговорку, что от тюрьмы и суммы зарекаться нельзя. Спасибо, Веня, за работу Вениамин Трубачев о том, как сегодня правоохранители поймали мэра взяточника. Дело другого чиновника Погоревшего тоже на взятке рассматривали сегодня в столичном апелляционном суде. Речь об Алексея Буране, суде из Одессы. Помните, его задержание в конце марта выглядело как настоящий боевик. Напомню, следователи поймали Бурана в момент получения взятки 500 тысяч гривен. Взяточник отстреливаясь от следователей бежал. Скрывался вначале в больнице, потом сбежал и оттуда, затем неожиданно всплыл в парламенте. Но разжалобить нардепов не смог. Парламентарии лишили Бурана неприкосновенности. Сегодня адвокаты пытались изменить ему меру пресечения, но заседание пришлось перенести на 21 апреля. Защита и суд будут свечать протоколы и их копии из прокуратуры. А в документах номера купюр, которые нашли в кабинете судьи-взяточника. СБУ нашла 4 украденные в Голландии картины. Стоимость всей похищенной коллекции это 24 полотна в целом 10 миллионов евро. Исчезли они еще в 2005 а в прошлом году Нидерланды обвинили Украину в вымогательстве за возвращение работ. По словам представителя музея коллекция сейчас находится в руках украинского добровольческого батальона ОУН. Глава СБУ Василий Грицак утверждает сейчас часть картин на временно оккупированной территории, а некоторые могут быть и на территории Российской Федерации. Мы занимались расшуком этих картин 4, приблизно 4 месяца. Работа велась однознано в 10 регионах Украины. Карту сниклих на территории Украины выкраденных в Голландии картин разигрывали очень много людей с политических кел разных стран, в том числе и россиян. Один глава хорошо, а два это уже Ривненский облсовет. Уволенный по решению сессии радикал Владимир Ковальчук подал иск в суд. Тот постановил возобновить его на работе. Вот только что теперь делать новому председателю облсовета суд не сказал. Продолжит Инобелецкая. Третий день подряд радикал Владимир Ковальчук пытается хоть кому-то вручить решение суда своего преемника новоизбранного председателя облсовета Александра Корнечука все никак не мог застать на работе. И вот свершилось. Оба депутата считающих себя главами облсовета с группами поддержки идут в кабинет. Через час разрешают зайти журналистам. Судебный исполнитель зачитывает решение. Облсовета рада мая поновиты стягивача на ранней занимаемой посаде на голове Ривенской областной рады Ковальчука Володимир Александрович. Что областная рада мает с Корнечуком Александровичем? Я выполню решение в межах поновления. Если решение не будет исполнено, облсовет должен будет заплатить штраф около тысячи гривен. Но как это сделать, депутаты не понимают. В частине позову про звольнение Корнечука Александра Васильевича с вызнанием незаконным обрания Корнечука главой областной рады отхилен судом. То есть, что подтверждает легитимность собрания главой областной рады. В частине позову про то, что поновить на работе Ковальчука Володимир Александровича ставят в коалицию орган высший представительский орган области. Но Ковальчук требует немедленного исполнения судебного решения и вызывает полицию. Я пришел на работу согласно решения суду, который скасовал незаконное решение сессии областной рады и прописал в частине что негайно поновить Ковальчука Володимир Александрович. Суд есть высшим органом, который предпочитает негайное выполнение его решения. Созывают президиум облсовета. На нем представители фракции решили обратиться к квалификационной комиссии судей и президенту, чтобы они сказали, как решить коллизию с двуглавостью облсовета. Борьба за землю. Бывшие приближенные семьи беглеца Януковича пытаются заполучить лакомый кусок территории в самом центре столицы, прямо рядом с Нацбанком и кабинетом министров. Кто стоит за схемой и о каких суммах идет речь, разбирались наши корреспонденты. История на сотни миллионов. Частная компания пытается через суды заполучить почти полтора гектара земли в самом центре Киева. Речь о территории бывшего выставочного центра по соседству с кабинетом министров и нацбанком на улице Институтской. Еще в 2007 году находившееся на месте этого котлована здание столичная мэрия в углаве с Леонидом Черновецким передала частной фирме История Миста за смешную цену в 30 миллионов гривен. Хотя реальная стоимость более 15 миллионов долларов. Эту будильню началось банкротить. То доводить до такого стану, что ничего не залишалось как снести. Через пару дней перепродала потом еще раз перепродала. Фирму повязывают с зятем Черновецкого Александром Супруненко. В 2012 решение отменили. Однако фирма уже неоднократно через суды пыталась вернуть лакомый кусок земли. Тщетно. Вот постановление высшего хозсуда за 6 апреля уже этого года. Иск снова отклонили. Интересно, что контролирует предприятие другая компания CPG Asset Management, лицензия которой закончилась еще в 2010 году. Компания уже фигурировала в громких земельных скандалах, в частности пытаясь заполучить земельный участок по адресу Крещатик 5. Многие связывают эту фирму с бывшим министром образования и близким соратником Януковича Дмитрием Табачником. Однако теперь все договора расторгли. Земельная дельянка находится в историческом ареале города Киева. Частинка ее также до зеленой зоны где строительство заборонено. В ходе ухваления решений Киеврады и в ходе укладения договоров были установлены порушения. Кто именно стоит за попытками беглой власти вернуть себе активы в столице? Вопрос для новых уже уголовных дел. Не исключено, что теперь правоохранительные органы возьмутся и за владельцев предприятия, и за чиновников команды мэра Черновецкого, раздававшей столичную землю. Алексей Вшимыский, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Другой земельный скандал во Львове. Вместо жилых домов для участников АТО там пытаются возвести развлекательный комплекс. Так решил один из депутатов горсовета городка Львовской области. Что требовал замен и чем это для него обернулось знает Галина Якушко. Городок Львовской области. Вот на этом участке недалеко от центра должны были построить дома для участников АТО. Но один из депутатов горсовета решил иначе и взялся лоббировать передачу этой земли под развлекательный комплекс. Естественно не просто так за вознаграждение. Получить землю предприниматель мог только по решению горсовета. 55-летний депутат инициировал неочередное заседание и внес предложение изменить целевое назначение участка. Он убеждал коллег, что развлекательный комплекс с бассейном нужнее для города, а для мадли атошников можно построить и в другом месте. 19 депутатов эту идею поддержали. Замерная длина, которая тут ближе дороги, она перемещается для атошников далее. Так же равна земля там чуть меньше. В мэрии ничего ужасного в решении депутатов не видят. Говорят, на новом участке могут построить больше домов. Абсолютно все согласны с тем, что вместо трех атошников выходит девять будинков с возможностью побудовать. А биле дороги расширять бассейн, про который весь городок давно мрит. Примечательно, с ветеранами ато никто советоваться даже и не собирался. И в том, что их дома теперь будут в другом месте, защитники родины узнали совершенно случайно. позачерговое заседание сделаны и решили то, что им нужно решить. Вот они решили и нашу отделку отдали какому-то забудовнику. Так что там, где вам дадут, там вы идите. Если вину депутата докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Кто еще был в сговоре с ним, разбираются следователи. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности телеканал Интер Львовская область. В Голосейском райсуде столицы состоялось очередное заседание по делу российских ГРУшников Ерофеева и Александрова. Сегодня судьи приступили к допросу обвиняемых. Следил за слушанием наш корреспондент Олег Решетняк. Он с нами на связи. Олег, приветствую. Скажи, что рассказали российские военные? Добрый вечер, Алексей. Буквально только что закончилось судебное заседание. На протяжении дня прокуратура проводила опрос, но уже и журналистов сначала допрашивали Ерофеева об обстоятельствах задержания, а после этого уже и приступили к допросу Александрова. Так вот, одним из вопросов, которые задали Александрову, это по каким причинам, почему он оказался на территории Украины, на Донбассе, на что он ответил по идеологическим причинам, ну а на уточняющий вопрос прокуратуры, по каким именно отказываться, отвечать отказался. Вот, следом уже последовали от прокуратуры вопросы личного характера, после чего адвокат Александрова попросил у судьи взять, попросил паузу, чтобы посовещаться со своим клиентом, и уже после этого Александров отказывался отвечать на вопросы подобного рода. Вот, ну уже после окончания допросов, опроса, извините, прокуратура попыталась предоставить свои новые доказательства вины подсудимых, но суд посчитал, что львиная часть этих документов не является доказательной, а лишь несколько документов принял к делу и посчитал их информативной студией. Спасибо, Олег Решетняк об очередном заседании по делу задержанных российских ГРУшников. Марьенко под огнем. В одной из самых напряженных точек Мариупольского сектора идут постоянные бои. За последние несколько дней там погиб один мирный житель, а еще несколько получили ранения. Сегодня из-за обстрелов боевиков учителям даже пришлось прятать детей в бомбоубежище. Попала под обстрел и наша группа. Марьенко центр городская школа. Сюда, как тут говорят, постоянно прилетает. Но сегодня огонь особенно плотный. Впервые в этом учебном году марьинских школьников пришлось эвакуировать в бомбоубежище. Дети уже давно отвыкли от такого. Несколько дней назад в результате успешной контратаки армейцы уничтожили опорный пункт боевиков. Отход неприятеля прикрывали минометы и снайперы. Боялись, что украинцы пойдут в атаку. В результате ранили двоих мирных жителей одного смертельно. Кроме того, мины разрушили несколько частных домов. Ружей раз 15 попадали. Есть у армейцев и проблемы. Многих солдат должны были демобилизовать еще два месяца назад. Почему этого не делают, никто из начальства не объясняет. Сетуют бойцы. Мы уже перестали 70 дней. 75 дней. А стоим на нулю. Это не переставая ноль. Стоим мы уже 10 месяц. А пока ребята раз за разом отбивают атаки боевиков и с нетерпением ждут встречи с родными. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Не успели голландские националисты насладиться победой на референдуме по вопросу Ассоциации Украины ЕС, как получили горькую пилюлю. Какой месседж из прошлого заставил евроскептиков засомневаться в шансах на отзыв соглашения, подробнее расскажет наш европейский корреспондент София Гордиенко. 10 лет назад у Нидерландов уже был опыт референдума на тему ЕС. Тогда просто не сразу. Похоже, такая же судьба ожидает и соглашение об ассоциации. Марк Рютте голландский премьер обратился к парламенту с просьбой повременить с отзывом документа. И две партии его поддержали. У правительства теперь будет время до осени, чтобы понять, что делать с ратификацией и преткновения. Вариантов три. Проигнорировать референдум, но это нанесет серьезный удар по политическому имиджу, отозвать документ, который, напомню, уже вступил в силу. И самое реальное это что-то в нем изменить, дабы и брюссельские волки были сыты, и голландские избиратели не обиделись. Конечно, голландцам, агитирующим против, такой подход не по душе. Инициатор референдума, обладатель научной степени по философии Тири Боде, наряду со ссылками на статьи о сексуальной активности женщин, постит в своем твиттере возмущенное сообщение о том, что к голландскому нет ни Брюссель, ни местной власти вообще не прислушиваются. София Гордиенко, Василий Трюшковский, подробности телеканал Интер Брюссель. Контрабанда уходит на дно. Кто стал перевозить наркотики на подводных лодках? Об этом и не только узнаете из нашего обзора. Гигантского монстра на дне Лохнесского озера обнаружили ученые. Правда, это не легендарное чудовище, а его чучело, которое использовали во время съемок фильма «Частная жизнь» Шерлока Холмса в 1969-м. Ученые-исследователи наткнулись на монстра, когда прочесывали дно озера гидролокатором. Чучело затонуло, когда режиссер ленты приказал отрезать часть конструкции, которая показалась ему нереалистичной. Парализованный американец Ян Бургхард сыграл на гитаре. Два года назад вонемевшую в результате аварии руку парня ученые вживили чип. Он позволяет управлять конечностью с помощью мысли. Бургхард может двигать даже запястьями и пальцами. За два года пациент научился наливать воду из стакана, играть в видеоигры и вот освоил гитару. Бургхард первый человек в мире, на ком испытывают новейшую технологию. Британец Вердус Хайес на высоте отметил свой 100-летний юбилей. Дедушка променял застолье с друзьями на прыжок с парашютом. Хайес прошел инструктаж и сиганул с самолета вместе с инструктором. Праздничный торт старожилу подарили уже после успешного приземления. Хайес может попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой человек, совершивший прыжок с парашютом. Мужчина хочет собрать деньги для помощи британским хосписам. Нанять полмиллиона кошек для борьбы с крысами предложил кандидат в мэры Рима Антонио Ратци. Это один из пунктов его избирательной программы. Политик предложил расселить кошек у пожилых римлянок. За это власти заплатят женщинам денежное вознаграждение. Грызуны бич итальянской столицы. По подсчетам зоологов в Риме обитает около 6 миллионов крыс и мышей. Горилла из британского зоопарка Твайкросс занялась танцами. Посетители зверинца засняли, как примат с удовольствием вальсировал по вольеру. У трехлетней обезьяны лоуп нет партнера, но похоже животные это не останавливает. Лоуп кружится с воображаемым парнем. Почти 6 тонн кокаина конфисковали военные в территориальных водах Эквадора. Наркотики перевозили по Тихому океану на субмарине. Подводную лодку заметили, когда она всплыла на поверхность. На борту военные задержали троих колумбийцев и гражданина Мексики. Спецоперацию по задержанию наркодельцов совместно провели военно-морские силы Колумбия и США. Подводные способы доставки осваивают и украинские контрабандисты. В Закарпатье задержали непростых водолазов. Те пытались через ТИСу переправить в Румынию партию контрафактных сигарет. Троих мужчин в гидрокостюмах десятка ящиков с товаром. За сопротивление правоохранителям и незаконное пересечение государственной границы мужчинам грозит штраф или арест на 10 дней. В Черкасской области правоохранители тоже вышли на воду, но уже чтобы ловить браконьеров. Рыбные места инспектировал и наш Станислав Кухарчук. Ранним утром возле села Худяки начинается интенсивное движение светотвар машин то тут, то там. Любители рыбалки стараются не упустить момент. Вода потеплела и сюда, в протоке, со всей реки сходится на нерест лещ. Ловить в этот период категорически запрещено даже на удочку. Вся территория усеяна мусором и обрывками сетей. Это место привлекает не только мелких рыбаков, но и матерых браконьеров. Что мы здесь имеем? Имеем мешок хороших дорогостоящих сетей. Своё добро браконьеры маскируют очень тщательно, поэтому берег приходится тщательно обыскивать метр за метром. Вот целый схрон. Где-то в квадрате приблизительно метров пять. Мы нашли штук десять сетей. Вот рыба, посмотрите, она вытащена скорее всего, что совсем недавно, потому что она ещё живая. Это стандартная практика браконьеров. Улов и сети они стараются прятать подальше от того места, где ловят рыбу. Тогда доказать что-либо нереально. Возможно, поэтому нарушители не особо скрываются, а иногда даже в открытую устанавливают запрещенные сети. Вроде и сети есть, и рыба есть, да и мужчины на простых рыбаков не похожи. Но для составления протоколов этого мало. Инспектор должен задержать браконьера буквально с уловом в руках. Что, я стелил сетки какие-то? Я никакие сетки не стелил, Где можно встать на удочку и полазить? Он только что ходил туда к мостику и там смотрел, где можно прогребти, потому что везде вот так камыша набило. Свои права браконьеры знают слишком хорошо, признаются инспекторы. Многие работают с ведомо контролирующих инстанций. Да и сами правоохранители частенько грешат незаконной рыбалкой. Вчера был выпадок, был в вечере затриманный бывший співробітник органів внутрішніх справ. Ну, зараз занимаются цим питанням, розглядают. Ну вот доведут ли дело до конца еще не факт. Большая часть уголовных производств открытых против браконьеров закрывается сразу после первого судебного слушания. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Это были подробности с четверга. Спасибо, что смотрели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова